Британия может потерять Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Владимир Корнилов специально для РИА Новости Политический кризис Великобритании, вызванный борьбой за и против Брекзита, привел уже к отставке двух премьеров при остановке работы парламента, кардинальному расколу в обществе, тупикового взаимоотношениях с Евросоюзом. А в довершение ко всему, этот кризис значительно усилил центробежные тенденции в государстве и сепаратистские настроения в ряде регионов. Да, речь теперь идет не только о Шотландии, где значительная часть населения давно хочет отделиться от Соединенного Королевства. Напомним, в 2014 году шотландцы уже провели референдум о выходе из Британии. Это заставило понервничать истеблишмент, но в итоге противники независимости победили с комфортным преимуществом более чем в 10%. Даже лидеры сепаратистов, организовавшие тот референдум, признавали, что подобный опрос возможен раз в поколение. Сейчас им это постоянно напоминают в Лондоне. Правда, нельзя не признать и иного. В случае выхода Британии из Евросоюза резко меняются обстоятельства. Учитывая то, что подавляющее большинство шотландцев категорически выступает против Брекзита, повторный референдум о независимости кажется вполне обоснованным. И это все больше находит отклик в обществе. После 2014 года большинство жителей Шотландии, включая тех, кто выступал за отделение от Британии, выступало против второго референдума. Судя же по свежему исследованию, впервые число сторонников данной идеи превысило количество их оппонентов 45 на 44%. Правда, тот же опрос демонстрирует, что противников в отделении от Британии среди шотландцев пока чуть больше, чем сепаратистов на 2%. Но тенденции последних месяцев свидетельствуют о стремительном росте численности последних. А один из социологических замеров, выполненный компанией лорда Эшкрафта, выявил преимущество сторонников сепарации региона. При этом все опросы показывают, что даже среди шотландских адептов идеи неделимой Великобритании растет неверия в то, что страна сохранит единство в ближайшие годы. Следуя этим настроениям, первый министр региона Никола Стерджен, она же лидер шотландской национальной партии, выступающей за отделение, на прошлой неделе официально сообщила о планах повторного референдума. В представленной ее программе местного правительства на следующий год четко сказано, «Текущий политический и конституционный кризис также подчеркивает важность обеспечения права Шотландии на определение нашего собственного будущего, поскольку решения правительства Великобритании все больше идут против интересов и демократических пожеланий народа Шотландии. Как никогда важно, чтобы мы совершили необходимые шаги для проведения референдума о независимости». Помню опыт пятилетней давности, шотландские националисты, похоже, решили прибегнуть к еще более коварной тактике, вовлекая в свое движение и другие регионы. Так, газета, официально поддерживающая отделение Шотландии, издала специальный выпуск для Уэльса к маршам валийских сепаратистов, состоявшимся в минувшую субботу. Таким образом, Скотты пытаются расширить ареал борьбы против метрополии, перенеся фронты и за пределы своей территории. Пока говорить всерьез об успехе кампании за независимость Уэльса не приходится, опрос в декабре прошлого года дал соотношение 67% против 17% в пользу сохранения региона в составе Соединенного Королевства. Нельзя сказать, что Brexit кардинально изменил ситуацию там, но по мере развития кризиса в Лондоне вопрос референдума и в Уэльсе все чаще возникает в региональной повестке дня. Так, совсем недавно депутаты муниципального совета графства Гуинетт Северный Уэльс поддержали независимость региона. За проголосовали 42 местных депутата, против всего 4. Некоторые городские муниципалитеты этого же графства также выступили за отделение от Британии. Упомянутые выше марши сторонников независимости Уэльса собрали несколько тысяч человек. Правда, британская пресса освещала их менее охотно, чем акции в Гонконге или Москве. Сами валейские сепаратисты слабо верят в ближайшие перспективы. Более того, они не сомневаются, что Лондон будет действовать против них жестко, если вопрос отделения региона перейдет в практическую плоскость, как это происходит в Шотландии. Сторонники независимости даже опасаются силовой операции по образцу фолклендской. Но еще более болезненно для британцев традиционная проблема северо-ирландского сепаратизма. Этот регион в 2016 году также проголосовал против Брекзита. Причем там больше всего не нравится возвращение границы и визового режима с Ирландией, что и служит одним из камней преткновения в сложных переговорах между Лондоном и Брюсселем. И вот свежий опрос, упомянутый выше компанией лорда Эшкрафта, выявил, что в случае выхода Британии из Евросоюза 51% избирателей Северной Ирландии готовы поддержать отделение региона от Соединенного Королевства и воссоединение с Ирландией. Причем среди молодежи, не пережившие ужасы гражданской войны, таких 60%, а значит у идеи и есть будущее. Не удивительно, что партия тамошних националистов Шин Фейн тут же призвала к референдуму об объединении с Ирландской Республикой в случае выхода Британии из ЕС. Лондон категорически отвергает такую возможность, но подавляющее большинство политиков в Белфасте, включая некоторых убежденных юнионистов, считает референдум после Брекзита просто неизбежным, тем более, что это предусмотрено и соглашением Страстной Пятницы, которым в 1998 году был урегулирован Северо-Ирландский конфликт. Для Белфаста, пережившего десятилетия взаимного кровавого насилия, возрождение идеи отделения от Великобритании чревато и возобновлением вооруженных столкновений. Такие опасения уже высказываются вслух и явно имеют под собой основания. Как видим, обостряющийся политический кризис в Британии загнал местные элиты в безвыходный тупик. С одной стороны, лидеры консерваторов не могут отказаться от Брекзита, поскольку в таком случае партия потеряет базовый электорат. С другой стороны, выход из Евросоюза станет триггером для запуска новых болезненных кризисов и необратимых центробежных процессов, которые вполне способны раз и навсегда похоронить Соединенное Королевство. Владимир Корнилов специально для РИА Новости. Британия может потерять Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.